Истории Хайфы и ее жителей. В рубрике журналиста Татьяна Калимович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мой сегодняшний репортаж о новостях культурной жизни Хайфы и творческих людях, имеющих отношение к этим событиям. 1 июня, в Международный день защиты детей, выставка детского рисунка открылась в филиале ВИЦУ на улице Мори. В стены зала украсили детские рисунки, яркие, непосредственные, богатые палитры жанров. Среди них пейзажи и жизненные сценки, животные, птицы, а также портреты, в том числе ни много ни мало Мон и Лизы. Пофантазировать на разные темы предложили своим ученикам Татьяне Белоконенко и Фриде Баренбоем. Во время подготовки к годовой выставке детского рисунка преподавателям Татьяне и Фриде обратились представители филиала ВИЦУ и предложили устроить там выставку. Так параллельно с открывшейся в каньоне Кастера основной экспозицией учеников Белоконенко и Баренбоем появилась выставка детского рисунка и на улице Мори. Со вступительным словом к присутствующим представителям Матнаса в Хайфе, деятелям искусств, волонтерам, опросилась руководитель отделения в Тель-Авиве, пожелавшая успешной работы обновленному после ремонта филиалу одному из множества действующих в Израиле, от Эйлада до Бейшевы, а также по всему миру. Отметим, что ВИЦУ, Women's International Sionist Organization, международная женская сионистская организация, существует вот уже 95 лет. Затем эстафетная палочка выступления перешла к ведущей вечера новому руководителю местного отделения Дали Мартин. Татьяна Белоконенко, представляя себя и Фриду Баренбоем, рассказала о детской выставке. И Тамар Файнберг, Мишель и Андрей Фадж сыграли на рояле скрипки произведения классической музыки. Как-то не принято говорить о модных трендах в живописи, но так получается, что в моду входят детские рисунки. Они нравятся зрителям, восхищенным умением юных художников, развившимся на занятиях с преподавателями и их непосредственностью восприятия мира. Торжественное открытие детской выставки рисунков в присутствии авторов работ и их преподавателей Татьяны Белоконенко и Фриды Баренбоем торжественно откроется в зале на улице Моря 8 мая. Выставка в Каньоне Кастрак продолжит работу до 11 июня. Летнее настроение. В Каньоне Кастрак разыграл диалог двух мечтателей, обуреваемых кулинарными фантазиями под названием «Однажды страстное воскресенье», принадлежавший Перу актерам. Их совместные с Татьяной Серман комедийные сценки оценили зрители. Татьяна Серман, выступившая на концерте совместно с театром лица, на наших глазах за короткое время сумела раскрыть свои актерские способности. Зина Браун удивила зал дебюта впервые исполненной со сцены песней на стихи собственного сочинения, музыку которым написал Михаил Товштейн. Можно сказать, что с приходом в труппу Михаила театр перевернул новую страничку творческой деятельности. Ведь в репертуаре автора и актера басни-монологи песни собственного сочинения, в том числе и на стихе других авторов, например, Татьяны Серман. В новом лирическом ампла выступила Лидия Бранд, прочитавшая «Белый вальс» Владимира Высоцкого. И еще интересная новость. Одна из участниц театра, Татьяна Юлис, вышла в финал международного поэтического конкурса «Пушкин» в Британии, пройдя заочный отборочный тур, на который она послала конкурсные стихотворения, начинавшиеся с «Пушкинской строки» и еще девять своих стихотворений. 1 июня автор вылетела на финал в Лондон, чтобы представлять там Израиль. «Северный экспресс» — это история о Хайфе, ее жителях и история жизни этих людей-хайфовчан.